Мы знаем, что у вас большие планы и одновременно уже хорошие успехи по продвижению тем электронный бюджет. Это работа и по госзакупкам, это автоматизация и госзадания, это работа и в целом по планированию. И что очень важно, что вам удается, насколько мы знаем, это аналитическая часть работы, а для власти это исключительно важная вещь. И хотелось бы услышать несколько слов относительно всей этой работы. Да, Валерий Дмитриевич, тема, конечно, интересная. Об электронном бюджете говорят уже давно и много, но, собственно говоря, как мы себе видим эту конфигурацию, эту вообще концепцию? Что электронный бюджет это такой законченный продукт, охватывающий все статьи бюджетного процесса и некоторые сопутствующие, скажем так, направления деятельности финансовых органов. Ну, в первую очередь, с чего начинается бюджетный процесс? Разумеется, это вопрос планирования. Планирование всегда связано с определением потребностей в тех или иных товарах, работах, услугах, в том числе и до бюджетных учреждений. У нас этот блок планирования тесно завязан, с одной стороны, с Министерством экономического развития, которое определенные целевые индикаторы и, собственно говоря, ориентиры устанавливают для развития экономики региона. С другой стороны, с блоком государственных закупок, то есть с теми ресурсами, которые необходимы для достижения поставленных целей. Кроме, разумеется, блока планирования, у нас в этом плане уже многое сделано, но еще не меньше предстоит пройти, поскольку законодательство меняется. Мы должны адаптироваться к меняющимся условиям. Кроме того, разумеется, интересует и сам процесс исполнения бюджета. То есть в этой связи тоже у нас достаточно большие наработки и достаточно серьезный уровень автоматизации. При этом та аналитическая составляющая, которая в настоящий момент присутствует в нашем проекте «Электронный бюджет», позволяет нам принимать управленческие решения, реагировать на некие отклонения, на некоторые сложности, принимать оперативные управленческие решения для того, чтобы добиваться оптимального результата. Разумеется, это и система контроля за процессом, контроль за соблюдением бюджетного законодательства. Что из себя представляет в том числе процесс исполнения бюджета? Разумеется, нас интересует очень серьезная аналитика с точки зрения динамики поступления доходов, при том в разрезе различных доходных источников. Этот блок у нас уже работает больше года, у нас вся эта информация есть, что позволяет нам, собственно говоря, увязывать все экономические показатели в ходе исполнения бюджетного процесса. Кроме того, конечно же, нас интересует ситуация, связанная с отчетностью. Разумеется, те массивы информации, которые сейчас присутствуют в финансовых органах, на региональном уровне, при том, необходимость обобщения их консолидации с уровнями муниципальных образований. Естественно, задача достаточно сложная, емкая с точки зрения обрабатываемых ресурсов, обрабатываемой информацией. И этот процесс у нас также запущен и в настоящий момент дает неплохие результаты. И самое главное, что хотел бы подчеркнуть, та отчетность, та аналитика, которую мы можем иметь, скажем так, в рамках проекта электронный бюджет, дает нам по существу очень широкие возможности, вот именно с точки зрения разрезов этой аналитики. Мы можем получать информацию обобщенную, можем детализацию по определенному признаку, можем спускаться на необходимые нам уровни и получать именно тот срез информации, который необходим для нашей текущей работы. Я бы сказал, что этот проект, который сейчас в Тульской области достаточно давно, уже более трех лет, это направление ведется, это достаточно мощный такой блок, который построен по принципу нанизывания дополнительных звеньев на уже имеющийся в настоящий момент стержень. И перспективы этого развития, я бы сказал, что они тоже еще на очень большую многолетнюю перспективу. Но, тем не менее, мы прекрасно отдаем себе отчет, что и у нас еще достаточно большие перспективы развития, много нерешенных проблем. Вот тот форум, который мы сегодня проводим вместе с вами, он предназначен для заказчиков Тульской области, в основном, конечно, посвящен проблемам практики централизации закупок в Тульской области, итогам и перспективам развития. У нас более 600 присутствующих сегодня, это как и руководители финансовых органов и заинтересованных органов исполнительной власти из других регионов. Ну и также, главным образом, это наши заказчики Тульской области, которые непосредственно работают с нашими базами данных, работают в рамках нашего проекта «Электронный бюджет» и той его составляющей, которая связана с централизацией закупок. Если еще добавить, о чем мы с вами говорили, вопрос централизации бухгалтерского учета, да, разумеется, скажем так, напрямую это не элемент электронного бюджета, но это одно из сопутствующих звеньев, которому мы тоже придаем достаточно большое значение. У нас создана централизованная бухгалтерия органов исполнительной власти, которая четко и органично вписана в наш бюджетный процесс, в том числе и те элементы, которыми она занимается. Эту тему мы развиваем и дальше, централизуя бухгалтерский учет по отраслевому признаку с точки зрения органов исполнительной власти Тульской области и охватывающей подведомственные образования муниципальные учреждения. Тульской области Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова